Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка на российском рыболовном рынке от сербской компании Elegance. Это модель Luson. Серия включает в себя несколько моделей, достаточно большое количество. Я хочу посвятить им следующие ролики, а начну именно с Heavy и Extra Heavy. С двух моделей, наиболее востребованных, возможно еще могу сказать востребованных, потому что именно по ним ко мне огромное количество вопросов. То есть сегодня, допустим, я поехал утром потестировать на воде, побросать, половить, чтобы понять, что это за модели, с чем их едят, как говорится. И пока было 4-5 часов на рыбалке, я посмотрел, у меня только на телеграм-канал пришло 54 вопроса о том, какой фидер, что за компания, действительно ли качественные они, а что выбрать, Акелу или Luson, о чем они отличаются, какое мое мнение, ну и так далее. В общем, и максимальное количество вопросов именно по поводу дальнобойных мощных моделей, чуть меньше вопросов, соответственно, по медиуму варианту. Поэтому я решил выбрать пока два, осветить именно их, а дальше уже мы будем снимать ролики по остальным моделям. Значит, сейчас на обзоре два фидерочка, модель Luson 390-150 и 420-180. Как вы видите, элегантный, приятный, невычурный бланк, достаточно солидно выглядящий. Здесь у нас лаковое покрытие, материал изготовления 36 тонн японский и карбон. Кольца Сигайт, кольца трехлапые, противозахлестные. Точность такие же кольца стоят, как вы видите, два нижних кольца на втором колене, ну а дальше, как говорится, там уже идут двухлапые, но там, как говорится, не нужно, по большому счету, ставить трехлапые, потому что на моей практике еще ни разу жизни не было, чтобы у кого-то захлестнулась леска за, вот, скажем так, те кольца, верхние кольца. Значит, дальше катушка-держатель Fuji с верхним форогриппом. Модель изготовлена из такого очень приятного пластика, типа soft-touch, можно так сказать, да, то есть ощущение, что рука прилипает, да, такой он гладенький, слегка прилипучий, липучее такое напыление на пластике. Значит, по катушкам, какие сюда входят, вплоть до восьмитысячника, то есть 4, 5, 6 совершенно спокойно сюда входят, никаких вопросов нет. Достаточно тонкий диаметр бланка, приятный, это говорит все-таки о недешевом уголечке. Дальше пробочка, такая вставка у нас здесь под карбон у катушка-держателя, эва, анатомичная под предплечье, соответственно. Дальше идет очень-очень анатомичная нижняя часть рукояти, то есть что в модели Акела, что в модели Луссон, это просто потрясающе мне понравилось, я вот как их взял в руки, так и не хочется их отпускать, то есть ощущение, что просто сроднился с этой моделью, и я вам абсолютно точно говорю, что это, наверное, лучшая по эргономике рукоять, который у фидеров, который я держал. Так, усиление, вот так на двух коленах, вместе стыков, как вы видите, вот такие усиления, обмотки дополнительные, как раз вместе нагрузок, ну и, в общем-то, это обыграно очень прекрасно, приятно, красиво, то есть они такие лаком облиты, в общем-то, да, и смотрится достаточно, ну, красиво, эстетично и подходящий под общий дизайн. Значит, по поводу вершинок, все вершинки ко всем моделям идут. Карбон, крупные пропускные кольца, большой внутренний диаметр колец, то есть шок-лидер там 0.15 плюс 0.28 монолески совершенно спокойно у вас туда пролетит, не как главный узелочек правильный завяжите. Для тех, кто часто ломает вот в этих местах на вершинках ниже тюльпана свои вершинки на своих фидерах, покупайте этот фидер, ломать не будете, потому что тюльпаны здесь противозахлёстные, не тяжёлые, то есть они лишний раз не утяжеляют вершинку, ну и, в общем-то, расцветка, как вы видите, сигнальная, достаточно приятная, то есть красный цвет и белый, ну, то, что надо на любую погоду. Посадочный диаметр вершинок 3,5 миллиметра, длина 63 сантиметра, как сказал, все карбоны, и достаточно приятно они здесь, на них написано, сколько унций и какой модельке они относятся. Из минусов сразу скажу, это тубус, то есть он настолько маленький по диаметру, что вот эти вершинки с их противозахлёстными кольцами очень тяжело туда вставляются, хотя фидера идут в поставки, одна вершинка вставлена уже во второе колено и вставлена в чехол, а в тубусе две вершинки, но я перевозить так не люблю, считаю, что это может сломаться, лишний раз задеть и так далее, лучше всё-таки, чтобы все три вершинки были в тубусе, поэтому при покупке сразу меняйте тубус, ну или будете, в общем-то, долго и кропотливо их туда засовывать. Я по моделькам измерил и длину рукояти, толщину бланка, диаметр внутренней кольца, что всех интересует, транспортную длину, реальный вес, потому что я не доверяю каталожным значениям. Все эти характеристики выложил в своём магазине Multifish, в разделе этих фидеров, посмотрите, пожалуйста, ссылочка в описании, на описание под видео зайдите. Ещё момент. Вершинки, запчасти к ним есть. Более того, напоминаю, что кто ещё, возможно, первый раз такое слышит и удивится сильно, для всех покупателей магазина Multifish мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак и две запчасти в год бесплатно в период проведения такой акции. Всё вышесказанное не является публичной офертой, мы можем такие акции прекратить в любой момент, хотя вот три года уже их проводим, имейте это в виду, покупайте в Multifish, будете подстрахованы. Я думаю, сейчас, наверное, нам стоит посмотреть, как разобрать, да, и потрясти, посмотреть их под нагрузкой, и потом вернёмся. Итак, Lurson 390-150, приятно очень лежит в руках. Ну, как будто это не 150, вот честно вам говорю. Удивительные бланки, удивительные, конечно. Ну, а рукоятка ещё более удивительная. За счёт рукояти я вот не пожалею и возьму себе всю серию, наверное. Давайте нагружаем. Смотрите. Лёгкий, лёгкий бланк, а ещё в руках лежит очень легко. Так, и следующая моделька 420-180, Lurson. Ну, точность такая же, смотрите. Очень посылистый бланк, такой заряженный, с хорошей работой. 200 грамм я сюда ставил кормушечку. Отлично, он её пыляет. Я в ощущении, что как будто запасик ещё даже есть. Смотреть, как будет вязать и бросать за счёт строя. Отлично. Итак, друзья, посмотрели. Приятные палочки. Ну, действительно, строй очень бросковый. Вяжущий. Запас есть. Усиление на коленах есть. Смотрите по чехлу. Велюровый чехол. Приятно очень шитый. Выглядит недёшево. То есть, так, достойно. Серия позиционируется, в общем, как небюджетная. Ну, в общем-то, и чехольчик такой небюджетный. Три отделения. Клапан на завязках. Внизу тоже завязки. Прошит всё эстетично, элегантно и так далее. Большая у меня просьба к вам. Пожалуйста, если вам понравился обзор, понравился обзор, нажмите вот такой пальчик под видео вверх. Это просто благодарность мне от вас. И кнопочку подписаться. На этом всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok